здравствуйте сегодня на нашем тесте chevrolet niva модернизированная chevrolet niva после рестайлинга который прошел примерно два года назад niva пережила еще два серьезных вмешательства в конструкцию стали ставить новые сальники в трансмиссию и появились фрусовые карданы теперь появилась очень важная опция опция безопасности это антиблокировочная система тормозов и подушки безопасности здесь их 2 и еще одна маленькая деталь вот это вот форсунка омывателя заднего стекла невероятно проблемная деталь на прежних шевинилах об этих инновациях официально сообщили как раз тогда когда мы были здесь же в тольятти на всероссийском слете невоводов товарной машины в то время не было поэтому мы приехали сюда еще раз чтобы протестировать но не все конечно же подушки мы не будем тестировать но те изменения которые произошли за тот год когда шевроле niva не было на наших тестах и так совпало что в этот тест мы узнали еще одну очень хорошую новость о выпуске специальной серии автомобилей шевроле niva к столетию марки chevrolet но описывать внешность шевроле niva особого смысла нет всем известный пятидверный компактный внедорожник внешне ничего не изменилось ну кроме упомянутой мной форсунки омывателя заднего стекла гораздо интереснее как проявят на себя все эти инновации в деле поэтому мы не будем терять время сразу же поедем притом поедем на бездорожье асфальт может быть кусочек захватим это не так интересно хотя вибрации конечно меня по-прежнему беспокоит для теста мы выбрались в чудный сосновый бор ага вот и первое изменение внутри автомобиля airbag airbag если раньше шутили что на вазе обновление означает еще одно место куда можно поставить иконку то теперь уже эта шутка не так актуально поскольку вот наконец фронтальные по крайней мере airbag на отечественном по сути дела автомобили есть шевроле niva попадает в разряд компактных внедорожников с габаритной длиной 4048 миллиметров шириной 1770 и высотой 1620 колесная база нивы 2450 миллиметров это легкий автомобиль его снаряженная масса не превышает 1350 килограмм дорожный просвет с колесами 205 70 r15 200 миллиметров двигатель рабочим объемом 1700 кубических сантиметров вызывает 80 лошадиных сил этого достаточно чтобы разогнать него до 140 километров в час а до сотни она разгоняется за 19 секунд объем бака 58 литров и с расходом топлива в среднем 10 целых 8 десятых литрах он может приехать на этом баке 500 с небольшим километров ну вот и первый тест а б с работы слышно как колодки дробно стучат по дискам и кстати еще одна инновация судя по всему они поставили новые моторчики стеклоподъемников раньше стеклоподъемника блокад пока ты останавливаешься что-нибудь спросить и опускается стекло человек уже уходит теперь мы по крайней мере не заблудимся а владельцы прежней шар валениях могут оценить скорость которых поднимается стекло так а что у нас с характерными недостатками вибрация я пока не ощущаю ну в общем в лесу такие скорости что их особо и не почувствуешь да и трясет изряд переключение передач как мне кажется стали немножко увереннее проехать до всего каких-то 200 метров температура уже под 100 градусов во всю работают вентиляторы правда у нас включен кондиционер очень полезная опция особенно в москве летом при рестайлинге поменялись сиденья сейчас не стоит чуть чуть выше и мне сидеть намного комфортнее чем на шевроленевых первых выпусков в общем пока я не ощущаю каких-то видимых изменений поведения автомобиля но за исключением как я говорил вот новых карданов которые здесь не дают никакой вибрации пошел дождик заднее стекло сразу запылило сейчас проверим как работает новый умыватель отлично а вот и первое препятствие подъем песчаный подъем не очень крутой градусов наверное 15 но постепенно переводящий калочек под старая пониженная с достойной марки и модели легкостью Niva берет этот подъемчик в ничего сложного я рекомендую проходить подъемы именно на второй пониженной передаче это будет оптимальный баланс тяги и инерции для такого легкого автомобиля как шевроле Niva и не забывайте блокировать между сего дифференциал да и вообще вторая пониженная для Niva это в общем универсальная передача ведь как известно по бездорожью Niva едет ходом то есть берет препятствия с разгона вот пожалуй только вот эти версии с моторами Euro 3 с новыми блоками управления двигателя стали позволять двигаться в натяг более-менее уверенно и даже на холостых оборотах они берут небольшие подъемчики сами без нажатия на педаль газа а вот кстати примерное препятствие которое как раз и требует от автомобиля движения в натяг здесь у нас противопожарная полоса не очень глубокая канавка но принцип прохождения таких препятствий вообще всех V-образных оврагов, канав, траншей примерно одинаковые нужно двигаться с минимально возможной скоростью буквально на холостых оборотах конечно же на первый пониженный конечно же заблокировать дифференциал буквально нащупывая каждым колесом вот эту стеночку обращая внимание как ведет себя машина потому что в серьезных условиях запросто можно съехать и упасть на борт и выбраться на гражданской машине с такой ситуацией будет непросто ну вот Нива едет действительно вот она едет на первую пониженную я не касаюсь педали газа тихонечко в натяг ползет сейчас небольшой спуск песок рыхлый машину немножко все время поводит и если я добавлю скорость ее может стянуть я просто не успею среагировать а так у меня будет время чуть-чуть подкорректировать направление и кстати наверняка вот сейчас вы смогли внимательно рассмотреть те самые фрусовые картаны о которых я столько говорил а вот ситуация диагонального вывешивания на Ниве никто не отменял мне с трудом удалось найти такое положение когда она вывесилась поскольку здесь нет ни противобуксовочной системы хотя при наличии АБС сделать ее не очень сложно ни блокировок межколесных дифференциалов вот пожалуйста теперь только либо помощь друга либо ну не знаю лопата ну вот при определенной сноровке никаких проблем хотя лучше конечно в такие ситуации не попадать мы решили немножко трассу разнообразить и выехали на асфальт исключительно для того чтобы проверить наличие вибраций на этой машине как известно стоят карданные валы с шрусами и вот сейчас 60 км в час 55-60 км в час первая критическая точка вибраций нет поддрагивает рукоятка раздаточной коробки но вот на салоне на зеркале и вот на себе я не чувствую вибрации и вот на свободном участке обводного шоссе мы разогнали Ниву до 90 км в час ну и я не замечаю сколько это значительных вибраций характерный зуд раздатки слышно своеобразный звенящий шелест но вибраций нет это здорово а раньше даже на модернизированной шаре Ниве на 90-100-110 км в час зеркало заднего вида мелко-мелко дрожало так что даже изображение размывалось мы успешно финишировали как я и говорил трасса оказалась совсем несложная даже для того чтобы просто застрять нам пришлось изрядно постараться ну а чтобы не оставлять вас уж совсем безвкусного я хочу представить вот этот автомобиль отличный образец внедорожной подготовки шевроле Нивы этот автомобиль построен энтузиастами но не просто энтузиастами а инженерами которые работают на джем автоваз поэтому те решения которые воплощены в этой шевроле Нивы не просто интересны оригинально они еще и одобрены с точки зрения конструкторской мысли а некоторые из них как вот этот шнурки прошли сертификацию и могут пойти в серийное производство но об этом чуть позже перечисление всех внедорожных опций которые установлены на этот автомобиль займет какое-то время например здесь колеса значительно большего диаметра если стандартно они примерно 27 дюймов то здесь 29 грязевая резина диски соответственно 15 дюймов размер резины 235-75 R15 к сожалению конструкция кузова шевроле Нивы не позволяет сделать лифт соответственно несущий кузов и не позволяет вырезать арки ну то есть позволяет конечно но это очень сложно здесь применен оптимальный способ поставить колеса большего диаметра лифт подвески и передняя и задняя подвеска лифтована на 4 сантиметра впереди с помощью проставок под пружины которые выполнены очень грамотно с точки зрения технологии и проставок под верхний рычаг что позволило сохранить рабочую геометрию подвески и оставить стандартные пружины еще один дополнительный элемент это развитая защита моторного отсека и трансмиссии она выполнена из алюминиевого листа и крепится как подравнику подвески так и к лонжерону получается очень прочная конструкция к защите крепится и стандартный двухдюймовый квадрат куда можно поставить лебедку либо буксирный крюк при том как видите он привинчен не только к защите но и к лонжерону таким образом получается тоже жесткая и прочная конструкция опытный глаз заметил наверняка что и бампер слегка подрезан давайте посмотрим как установлен шноркель сделан это оригинально и довольно просто а потом рассмотрим поближе заднюю подвеску шноркель поставляется с комплектов воздуховодов который одним концом крепится к воздушному фильтру уводится в крыло для чего нужно поставить отверстие и выходит непосредственно к трубе шноркеля простое изящное решение которое обеспечивает полную герметичность системы впуска в задней подвеске оставлены стандартные пружины стандартный амортизатор и большинство стандартных тяг а лифт сделан за счет проставки под чашку пружины которая является одновременно усилителем балки моста за счет переноса нижней точки крепления амортизатора на 40 мм вверх что самое интересное здесь удлинена одна из верхних тяг балки что позволит сохранить кинематику подвески при артикуляции моста одно из самых уязвимых мест шароля Нивы задний бампер защищен алюминиевым профилем который крепится к силовому элементу кузова и к нему дополнительно крепится такой же квадрат как и впереди куда можно как видите и буксирный крюк поставить и лебедку присоединить это удобно потому что позволяет возить лебедку в багажнике а не на бампере что конечно отнимает полезное пространство но зато обеспечивает отличную развесовку а сейчас мы проведем микро тест драйв и перейдем к десерту клиренс 275 мм защищенные свесы отличная артикуляция подвески для этого автомобиля на бездорожье не так уж много преград разумеется в разумных пределах а вот и десерт к 100-летию марки Chevrolet джем автоваз подготовил специальную версию автомобиля их будет выпущено всего 300 штук за основу взята модель L с непрокрашенным обвесом и кондиционером которая дополнена усиленной защитой передка квадратом под лебедку или под буксирное устройство шноркелем рейлингами и защитой заднего свеса также с квадратом под лебедку в продажу машина пойдет с резиной АТ стандартной размерности главное то что все эти доработки не только одобрены заводом но и сертифицированы и самое главное что ходовые качества автомобиля не ухудшились а возможности увеличились и 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